Вопрос. Мы проживаем в провинции, и иногда я навещаю дом своего дяди, который проживает в городе, отдаленном от нас на расстоянии 50 километров. Эта поездка вынуждает меня пользоваться общественным транспортом, где мужчины и женщины садятся в один автобус. Я всегда езжу без махрама, так как отец считает, что плата за дорогу обременительна. Он говорит, чтобы я ехала одна или совсем не ездила. У меня нет другого места, куда бы я могла ездить. А к ним я езжу раз в 5-8 месяцев. Можно ли мне ездить одной без махрама или нет? Ответ. Хвала Аллаху. Достоверная сунна указывает, что женщине запрещается путешествовать без сопровождения махрама. По мнению большинства ученых, это относится как к длительному, так и короткому путешествию. Женщине запрещается выезжать без махрама на любое расстояние, которое можно назвать путешествием. Передается от Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, во время своей проповеди сказал, пусть женщина путешествует только в сопровождении махрама, и пусть не входит к ней мужчина, если при ней нет махрама. Тогда поднялся один мужчина и сказал, я хочу направиться вместе с таким-то войском на сражение, а моя жена желает совершить паломничество. Пророк, саллиллаху алейхи ва салям, сказал, выезжай вместе с ней. Хадис приводится у Аль-Бухари, под номером 1729, и Муслим, под номером 2391. Ан-Науида, помилует его Аллах, разъясняя, что под путешествием в этом хадисе не подразумевается определенное расстояние, сказал, «Итак, женщине запрещается выходить в путь без махрама во все поездки, что называются путешествием, будь то путешествие продолжительностью в три, в два дня, в день или в полдня и т.д. Так как передается от Ибн Аббаса в Сахих Муслима, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, сказал, пусть женщина путешествует только в сопровождении махрама, что включает в себя любое путешествие, а Аллах знает лучше». Шарх Сахих Муслим с сокращениями. «Постоянный комитет по фетвам постановил, женщине запрещается выходить в путь без махрама как на большое расстояние, так и на короткое. Поэтому, если в вашей стране это расстояние считается путешествием, то вам запрещается ездить без махрама, а Аллах, если пожелает, воздаст вам за благое намерение. Созванивайтесь со своим дядей, и этого вам, если пожелает Аллах, будет достаточно. Аллаху ведомо лучше».